Что касается вообще в целом реакции Запада на происходящее, то, конечно, там тоже некая растерянность. Одни празднуют какую-то несуществующую победу, другие боятся, подозревают что-то, не понимают, что происходит. Наверное, справедливо, потому что сообщение, ну, из, например, Белозерского района, это Херсонская область, там нашим артиллерийским ударом, как сообщают сейчас с места, уничтожена передовая группа разминирования, 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, на других участках Херсонского направления также активно работает российская артиллерия. Ну и вот польские СМИ уже активно пишут, в частности, генерал Мечислав Бенек считает, что русские заманивают украинцев в ловушку, и становится ситуацией все непонятнее, труднее, не забывайте, говорит он, у русских по-прежнему остаются подготовленные огневые позиции и техника. Но те, кто не скрывает радости сейчас в Европе, атаки, в общем-то, практически 99% от происходящего, это еще раз указывает на то, что Россия не воюет с Украиной, и Украина, в общем-то, ну, сама по себе не в состоянии даже воевать с Россией. Все-таки это они там празднуют на Западе победу, какую-то несуществующую, но, тем не менее, свою победу, потому что очень им там хочется победить Россию. Ну, а что касается самой Украины, то вот красноречивее всего очередные публикации в польской прессе, в польских СМИ о том, что у Польши опять обострились планы в отношении Западной Украины, это уже перестало быть тайной. Вот сейчас на наших кадрах трансляции, это там такие патриотические ролики, патриотические сюжеты запускали про то, как поляки в связи с событиями на Украине активно записываются в армию, в польскую, и очень хотят идти воевать. Но это те, кто, видимо, хочет потом поучаствовать в разделе Украины. А тут речь как раз в польских СМИ о том, что огромное количество польских наемников принимает участие с украинской стороны, и это совершенно не случайно. Ну, по крайней мере, вот по данным польских СМИ, и со ссылками там на источники в офисе Зеленского, воюет около 1800 польских, ну, так называемых добровольцев. Они их называют, хотя все прекрасно понимают, что они какие-то не добровольцы, а люди, которые получают деньги и немалые, в отличие от тех ВСУшников, которых отлавливали по всей Украине. Более того, была в последнее время информация и о польских наемницах, которые принимают тоже участие в происходящем. Напоминают в Польше, что наемничество является преступлением почти во всех европейских странах, запрещено законом, но закон в Польше можно обойти с согласия президента или министра национальной обороны, а значит, что партия войны, которая называется «Право и справедливость», официально признала, что участвует в чужом конфликте. Но они пишут в чужом, это сами оговариваются, а может быть в своем, поскольку план-то у них насчет Западной Украины есть, и напоминают о том, что Польша планирует вернуть свои исторические земли. Сделать это хочет не самостоятельно, а собирается поделиться крошками со своего стола с соседями, ну, те, у кого тоже есть определенные претензии. Называют это планом Дуды Моровецкого, опять вспоминают про неких миротворцев, потому что они не готовы выглядеть как некие захватчики, заниматься аннексией, они хотят выглядеть некими спасителями исторических земель, и поэтому готовятся к тому, что при случае завести туда свои вооруженные силы. Это просто к пониманию того, с кем мы имеем дело там на Западе. Отсюда, наверное, может быть и все смыслы саммитов, международных площадок несколько меняются. Вот сегодня стало известно, что на саммит, ну, по крайней мере, нет подтвержденной информации, что наш президент отправится на саммит G20, вернее, не отправится точно, в формат участия еще, может быть, как-то будет оговариваться. Наш министр Сергей Лавров туда отправится. Непростая миссия для него, кстати, что интересно, и участие Китая стало сразу под вопросом, потому что для Китая было интересно там на саммите 20-ки в Индонезии повстречаться с российским президентом, с российской делегацией. А раз России нет, то с кем разговаривать, возникает вопрос. Тем более, что, ну, мы все прекрасно помним предыдущий саммит, кадры сейчас вот есть у нас в нашей трансляции. Лавров тоже ездил туда, в Индонезию. Пытались представить это некой изоляцией, и то, что Лавров уехал тогда раньше времени, закончил свой визит, тоже называли бойкотом. Помните, даже Блинкин обещал, что ни в коем случае не буду фотографироваться. А на самом-то деле потом, как выяснилось, ну, буквально, что обивали пороги и очереди, стояли возле офиса нашей делегации, записывались, запрашивали постоянные переговоры, в том числе западные страны, очень хотели поговорить с нашим министром Сергеем Лавровым. А так, публичные, конечно, да, забрасывали всякими гадостями, пытались обвинять во всех грехах, обещали игнорировать российскую делегацию. Ну, просто напомним, вот на самом деле можно даже, Лавров, конечно, поедет туда, но, в принципе, выглядит все так, что будет такой саммит, даже не 2-0, а просто, и даже не ремейк, наверное, да, а просто как копирка. Он может повториться как то, что уже было. В том числе, наверное, сразу им стоило бы тогда уже и послушать то, что говорил Лавров во время саммита 4 месяца назад, потому что, ну, смысл повторяться нашему министру. Вот послушайте, как это было. Что касается встреч со мной, заявлений, что они будут со мной фотографироваться, я же никого не приглашал фотографироваться, поэтому и вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия, как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который будет в ноябре. Вот и все. Но что касается их присутствия или отсутствия в зале, все были в зале, когда началось заседание. Я не считал необходимым делать какие-то жесты, а фронт организовывать, никого не бойкотировали. Я слушал, мне было интересно понять, чем Запад дышит сегодня, хотя можно было составить это впечатление и по предыдущим заявлениям западных коллег. Но то, что они 20-ку использовали не для тех целей, ради которых она создавалась, это очевидно. Вчера вот был прием, индонезийцы устроили такой как бы приветственный прием с концертом, а они туда не пришли. Но это их желание, это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики. Нет-нет, я считаю, что все идет так, как мы и предполагали, но нас, я уверен, услышали. Агрессоры, захватчики. Да, мы сейчас поставим эту запись, я просто пару слов еще скажу. Действительно превратили саммит в такую демонстрацию чего-то своего, хотя на самом деле уж если не хотят они с Россией общаться, могли бы более конструктивно поговорить о чем-то своем. Ну, допустим, про инфляцию, ну, про газ хотя бы там, про цены. А они предпочитали, конечно, кричать о том, какая плохая Россия, тем самым, в общем-то, концентрируя внимание на Россию, на Россию, и поэтому, несмотря на то, что обещали игнор, бойкот и все остальное, именно наш министр был, ну, практически топовым спикером в западных СМИ в том числе. То есть бойкота у них сразу не получилось. Видно, будут они пытаться сделать это и сейчас, обвинять, опять же, Россию во всем, чем только можно, призывать, требовать каких-то переговоров. Опять же, тут даже министру Лаврову, наверное, отвечать ничего не надо будет, просто вот поставим тот самый фрагмент интервью, который был 4 месяца назад. Агрессоры, захватчики, оккупанты, много мы еще сегодня услышали, ну, и все призывали нас прекратить эту операцию и достичь мирного урегулирования. Я позволил себе напомнить нашим западным коллегам, что они говорили все предыдущие месяцы, и попросил их определиться, чего они все-таки хотят. Если начало мирных переговоров, то эти переговоры остановила Украина. Не лишнее будет напомнить, потому что обвинения, конечно же, будут звучать. В адрес России действительно именно Украина остановила переговоры. Наверное, не сама, конечно, а по указке сверху. Вот и Байден в недавнем выступлении напомнил, что, в общем, и дал понять, что он за продолжение конфликта и не хочет никаких переговоров. Ну, Америка уж точно неоднократно заявляла, что не будет в никаких переговорах участвовать, а будет только выполнять функцию такого кардинала, который, кукловода, скорее, который управляет Украиной. Но именно Украина формально и до юра остановила переговоры. Более того, Зеленский, как мы знаем, распустил контактную группу, ликвидировал ее и даже отдельный указ подписал через СНБО о том, что никаких переговоров с Россией быть не может. Ну, не впервые западным странам нарушать договоренности. Мы помним это и по нормандскому формату, и по договоренностям с Януковичем, которые тут же были нарушены. Ну, потому что у них сейчас такие ценности, вернее, полное отсутствие ценностей. Ничего святого, никакой надежности, никакой договора способности нет. Поэтому вопрос, конечно, о качестве международных саммитов таких, он достаточно спорный о содержательности этих саммитов. Ну, о чем говорить с людьми, которые креста стесняются? Вот очередной пример. Это недавний саммит, опять же, кстати, «Семерки». Там они встречались без России, естественно. Думали между собой такого строить, обсудить, поговорить. И вот о чем там рассказывается этих саммитов журналистам? Вот обнаружили странное и необычное. В историческом помещении протокольной службы министерства убрали крест. Интересно, это Мюнстер, там, ратуша местная. Крест, распятие, стояло много лет, как вот было построено здание. Тут вдруг почему-то убрали. Пытались выяснять, почему. Указали на Анналену Бербак. Сказала, что вроде как ее идея убрать этот крест из зала. Она стала открещиваться, МИД стал открещиваться, говорит, что не мы убрали. Но потом вроде как признали, что крест был честью зала мира на протяжении веков. Это знак примирения. Но ведь убрали же, что-то там чего-то застеснялись. Когда готовили заседание, когда готовили протокол, решили, что не нужен этот крест. А действительно, зачем этим людям крест? Зачем этим людям традиционные религиозные ценности? Ну, мы сейчас даже не про Европу. Хотя Европа и Америка, в некотором смысле, несмотря на то, что история их когда-то развела, это такое единое, целое.